Привет! Я Дарья Позняк и мы поговорим сегодня про тон. Что такое тон и как с ним работать? Итак, тон это темнота или светлота любого цвета. То есть, чтобы лучше это понять, можно взять в руки черно-белую фотографию. Не просто фотографию, а черно-белую. И тогда вы увидите градации серого от белого до черного. Это будет как раз тональность. И сегодня мы будем об этом говорить и рисовать. Давайте начнем. Я для работы буду использовать акварель. В данном случае это самый удобный материал. Но вы можете работать любым материалом, который у вас есть, который вам привычен. Вместо акварели можно взять тушь и развести ее с водой. Или взять несколько маркеров разных по тональности. Одного цвета, но разных. Например, светло-серый, серый и черный. Самый светлый тон это цвет нашей бумаги. И мы его не будем трогать. То есть, вот внутри рамочки белый цвет бумаги это будет самый светлый тон. Потом у нас будет самый темный тон. Можно сказать черный. Вот здесь он будет в конце. Ну, или не черный, а того цвета, который вы решите использовать. В данном случае у меня, наверное, это индиго. Самый темный тон. И нам нужен еще средний тон. То есть, и не белый, и не черный. А средний. Я его сейчас намешаю. Вот. Средний тон. И не белый, и не черный. Итак, у нас получилось три тона. Светлый, средний, темный. Также могут появиться здесь дополнительные тона. Например, между светлым и средним может появиться тон. Вот такой. Скажем так, светло-серый. Пусть у нас вот это будет серый, вот это будет светло-серый. Между вот этими тонами может появиться тоже средний. Сейчас мы его тоже изобразим. Не такой, как серый, но при этом еще темнее нашего серого, но при этом светлее черного. Когда акварель высыхает, она немножко светлеет. Можно темный сделать еще чуть-чуть потемнее. Так как у меня этот акварельный мазок уже высох, можно быстренько положить сверху еще один мазок. Долго только не натирая это место, чтобы не повредить бумагу. Вот. Так будет более наглядно. Еще раз давайте посмотрим. Значит, у нас есть тон светлый 1, тон 2, вот этот, тон 3, тон 4 и тон 5. Нам сейчас в работе понадобится 3 основных. Все-таки вот эти, основные 3. Вот эти 2 уже будем добавлять по необходимости, по желанию, это уже не так важно. Давайте посмотрим на нашу фотографию и решим, какими тональностями, что мы будем изображать. Мы с вами возьмем 3 тона, как мы и договаривались. Значит, смотрите, у нас есть светлый тон. Это цвет стола, цвет стен, в принципе, почти что цвет задника, цвет кофточки, цвет ромашек. Правильно? Это светлый тон. Темный тон. Я всегда советую брать с крайних. Светлый и темный. Темный тон. Это волосы, какой-то предмет, который стоит за головой, кувшин и ваза. И мелочи. Там зажим, браслет, кисточка, все мелочи. Краски. Смотрите, если у нас идет какой-то предмет, который влияет на основной объект, нарушает его силуэт и как бы не добавляет ему никакой красоты и выразительности, то от этого предмета мы будем отказываться. Особенно, если он на заднем плане. Поэтому этот чемоданчик мы просто не будем изображать. Он нам здесь не нужен. Еще разочек. Смотрите. Темный тон волосы, одна ваза и кувшинчик, и краски. И средний тон у нас остается кожа модели. В принципе, все. И теперь давайте сделаем это в нашем наброске. И потом я расскажу, для чего это было нужно. Я сделала легкую зарисовку. Сейчас давайте я это все обведу. Какой-то тоненькой линией, средним тоном. Просто, чтобы вам было видно мой набросок. Вы пока можете делать у себя набросок. Желательно взять какую-то акварельную бумагу, если вы работаете акварелью. Но, в принципе, можно взять и просто лист плотного рисовального ватмана. Это тоже подойдет. Просто болото на нем не разводите. Если работать по-быстренькому, то обычный ватман для черчения тоже подойдет. Итак, я сейчас легкой линией пробегусь по наброску, чтобы вам было лучше видно, что я здесь нарисовала. А потом начнем уже. Но у нас сейчас нет задачи сделать какой-то супер набросок. У нас есть задача разобрать по тональностям. Поэтому вы не бойтесь акварели, и вы увидите, что я делаю ошибки. Так, мне сразу хочется залить пятно. Я, наверное, сразу это сделаю, пока не высохло. Я сразу же волосы, рисуя, буду заливать. Почему это можно? Потому что я сделала подготовительный рисунок уже карандашом. И, в принципе, могу сделать заливку. Сильно хуже уже от этого не будет, потому что основной рисунок у меня уже намечен. Какие-то ошибки могут вылезти, но уже не очень значительные. Так, намечаю кофточку. Здесь второе плечо. Не бойтесь делать ошибки. Я специально вам не вывожу здесь какой-то супер рисунок, чтобы вы не переживали, что у вас там недостаточно все ровненько, чистенько. У нас сейчас задача на тональность, на то, чтобы понять тональность. Поэтому не волнуйтесь. Мы учимся, делаем ошибки. Это нормально. Так, сейчас я нарисую. Все ввиду тонкой линии, потом мы с вами поговорим. Я хоть и делаю набросок, но не особо тут все прорисовывала. Просто в лист посадила. Так, здесь у меня будет линия. Линия стола. Так. Краски. Тут торчат карандаши, но мы сразу это тоном разберем. Так, и что? Ромашки. Ромашки. Ромашки мы тоже сразу тоном разберем. Могу немножечко посадить лицо. Еще. Какие-то детали сделать. Так, ну, в принципе, все. И вот тут ерунная яблка. Хорошо, давайте теперь мы закроем темные, как мы и договаривались, темные предметы в нашей сцене, скажем так. Темным тоном. Начинаем мы со светлого из темного. Средний будет в конце. Ну, сейчас на этом задании, а там дальше вы уже как бы работаете, как вам удобно. Я возьму сразу вот эту вазу. На самом деле она частично только темная, только в этом углу. Вот этот угол у нее светлее. Но я в данном случае сделаю обобщение. Чтобы акварель у меня равномерно растекалась и была лучше заливка, я смочу весь предмет водой, прежде чем вводить туда акварель. А потом кладу акварель. Я здесь не добиваюсь каких-то супер заливок, что привычка. Ну, вот этот край мне нравится. Как потек, поэтому не буду его сильно утемнять. Пусть так будет. Так, эту вазу мы закрыли. Теперь давайте закроем этот кувшинчик поменьше. Тут у него есть какой-то рисунок. В принципе, этот рисунок можно оставить. Чтобы оставить рисунок, он не затек, то когда я его мочу, я оставляю сухие элементы. Вот здесь сухие элементы. И туда краска не потечет. Немножко под углом смотрите, когда будете заливать акварель. Чтобы видеть, где не блестит, там сухо. И туда кисточкой не лезьте. Залили. И ручку. Так, будем считать, что мы сделали. Давайте теперь утемним еще раз волосы. Чтобы это... Хотел воду, я ошиблась. Ладно. Чтобы было более очевидно нашу тональность. Так. Зальем темные волосы. Пробор, может быть, он и не нужен здесь. Так. Итак, залили. А теперь смотрите, что у нас получилось. У нас получилось три тональных пятна темных. Раз, два, три. И много светлого. Теперь обратите внимание. У нас есть здесь три плана. Задний план. Это стена и окно. Средний план. Это девушка с планшетом. И передний план. Это вот эти три предмета. Краски и два кувшина. Чтобы нам отделить один план от другого, нам нужно их сделать разными по тональности. Если у нас самая простая позиция, задний фон. Если мы его оставим белым, а девушку сделаем средним тоном и темным, то девушка отделится от заднего плана. Кофточка в данном случае находится внутри этого пятна силуэта девушки. То есть вот у нас есть силуэт девушки. Внутри этого пятна находится белая кофточка. Основные касания к фону происходят вот здесь, где темное пятно, и вот тут, где кожа. Кожа же у нас будет среднего тона, поэтому она тоже оторвется от заднего плана. То есть у нас есть одно единственное место, где кофточка касается фона. Это вот это. Но мы об этом поговорим позже. И вот здесь, где планшет выпрыгивает из силуэта белый, он тоже касается со светлым фоном. Но сейчас это мелочь. Основная масса у нас, средний тон, граничит к белому, к светлому. Давайте мы сейчас зальем кожу модели, чтобы вы увидели, что я имею в виду. Намешаю средний тон. В данном случае лучше его сделать чуть светлее, потому что если вы сделаете его темнее, тяжело будет исправить, а если он будет у вас светлее, чем нужно, вы всегда можете положить, когда он высохнет, положить поверх него еще один такой же тон. Один плюс один, и тональность будет темнее. Так, значит, я кладу средний тон. Сейчас мы никакой красотой не заморачиваемся. Мы просто кладем тональное пятно. Красоту будете выводить, наводить уже в конце всех уроков, когда выполните все задания. Тогда уже будете заниматься красотой. А сейчас у нас есть определенные задачи. Так, ну, отлично. То, что немножко там потекло, это все ерунда, на это не заморачивайтесь даже. Вот, смотрите. Теперь у нас в работе есть три тона. Светлый, средний, темный. И сейчас у нас девушка наша, она не прилипает к фону, к заднему. Кстати, вот здесь, с этой стороны, можно довести волосы, как на фотографии. И они тогда практически отделят эту кофточку. Волосы отделят тогда кофточку от фона. Здесь чуть-чуть кофточку повыше, а здесь пошел плечо. Так, отлично. Что у нас будет темнее? Ромашки или фон за ромашками? Я предлагаю сделать не ромашки, а какие-то хоризонтемы, которые не белые. Например, какие-нибудь там розовые или сиреневые. Они имеют какую-то тональность. То есть, грубо говоря, они серые. И они тогда по тону будут такие же, как зелень у этих цветов. И у нас тогда получится, что на переднем плане стоит темная ваза темного тона с среднего тона цветами. Давайте мы ее нарисуем. Ромашки. Между ромашками можете оставлять какие-то дырочки, чтобы там фон за ними звенел. Как-то красиво. Но нас сейчас интересует большая масса. То есть, нас можно, кстати, вот здесь где-то налезть на плечо, в каком-то месте, чтобы они слились. Нас интересует большая масса. Нас не интересует супер там красота. Вот, и стебельки. Между стеблями тоже можно дать каких-то пару дырочек оставить. То есть, нас интересует основная масса. Без прорисовки деталей. Так. Отлично. Что дальше? У нас остались краски. Краски. Значит, краски у нас темного тона. Давайте их сделаем. Значит, я под них, вот здесь, намочу место. Средним тоном оставив по краю рамочку. И теперь залью туда темный. Так, это наши краски. И вот здесь, на палитре, видимо, какие-то цвета выдавлены. Сейчас мы их тоже сделаем. Тоже я могу под них подмочить места. Ну, я вам просто мочу не чистой водой, а серой. И вам лучше видно получается. И немножечко там добавить тон. Ага, отлично. Так, высоту этой коробки с красками обязательно нужно дать хотя бы серого тона. Чтобы она проявилась. Высота этой коробки. Так, отлично. Карандаши. Карандаши в вазочке у нас будут среднего и темного тона. Светлого здесь не будет, потому что оно стоит на белом фоне. Белом фоне, на столе. Сзади стол белый. Чтобы они проявились, они должны быть серые и темные. Давайте тогда мы зальем какую-то массу серым. Средним тоном. Средним тоном. А потом можно взять и, например, добавить парочку темненьких. Особенно вот здесь в основании. Кувшина. В основании этого эллипса. Где... Это уже по желанию. Тут уже, смотрите, как вам хочется. Вот так. Там и вдаль, вдалеке должен мелькнуть эллипс нашего кувшинчика. Ярковатый рисунок получился портить мне форму кувшина. И вот здесь толщинка кувшина, она не будет ручки, толщинка ручки. Она не будет такой темной, как кувшин в данном случае. Она будет иметь среднюю тональность. Так, все. Здесь можно будет еще, когда высохнет, вот так несколько линий темно провести. Тогда выделятся карандаши вот здесь в основании. Потому что сейчас тут влажно, и я пыталась залить просто тональность внутри этого эллипса. Итак, давайте обсудим еще разок. У нас есть светлый тон заднего плана, светлый тон стол, темные предметы, здесь элементы темного и темные волосы. И средний тон, это кожа девушки и цветы. Ну и тут детали какие-то. Смотрите, чтобы отделить теперь задний план от переднего, не от среднего, а от переднего, тоже нам нужно принять решение. Либо мы стол делаем среднего тона или не среднего, а вот такого, помните, тон 2 у нас был. Среднего между средним и светлым. Либо мы задний план делаем среднего тона или такого же. Я все-таки больше склоняюсь к тому, чтобы в данной ситуации сделать передний план темнее. Но не среднего тона, а вот тот как раз промежуточный, который мы с вами разбирали. Поэтому я, в принципе, возьму воду, грязную воду сейчас свою из баночки, и она мне должна подойти. Как раз для этой задачи. У меня тут немножко еще карандаши текут, не высохли. Поэтому я постараюсь к ним подойти в последнюю очередь. Но все равно текут. Ну да ладно. Так. Закрываем. Закрываем. Ага, и в самом конце, посуши кисточкой, я попробую все-таки вот здесь подлезть, чтобы не было белых пятен. Можно, в принципе, просто было бы подождать, чтобы карандаши высохли, и тогда к ним уже подходить. Ну, мне, в принципе, это не важно, потому что сейчас, когда высохнет, я вот здесь карандаши более резко еще нарисую, и не будет видно, что там у меня что-то потекло. Здесь дырочку тоже закрываем. Так, смотрите. Что еще бы я сделала? Я бы сделала заднюю сторону планшета вот этого темным. Он тогда отделится и от стола, и от кожи девушки, и от задника. Давайте так и сделаем. Только сначала мы намочим его, чтобы красиво растеклось. Можно использовать не только то, что вы видите на картинке, но также принимать самостоятельное решение. Я к чему вас и призываю. Сейчас мы поговорим, когда подробнее про домашнее задание. Будет понятно, что я имею в виду. Вот. Можно, кстати, вот этот тон сделать не совсем черный, как вот здесь у нас пятерка, а сделать его четвертой. То есть темнее в трешке, но светлее пятерки. Помните, я говорила, что эти тона не по ситуации мы их используем. Пока у меня сохнет, давайте я нарисую серединки у ромашек. У хризантем. Мы решили, что у нас будут хризантемы. Только мне так не нравится, я сначала буду мочить серединку, потом ее заливать. Иначе она получается вырезанная. И делайте их разного размера и не кругленькими. Ищите какую-то форму интересную. Так, а теперь можно какой-то маленькой кисточкой дать, как бы от этих серединочек намекнуть на лепестки. Это по желанию. Если у вас что-то сохнет, и вам нужно пока оно сохнет, что-то поделать. Не делайте одинаковые во все стороны. Пусть одни будут подлиннее, одни покороче. Где-то их побольше, где-то поменьше. Где-то, где рисковато получилось, можно добавить водички и смягчить эти переходы. Все равно то, что мы здесь поработали, уже начинает приобретать объем и какую-то пластику. О, отлично. Так, и теперь я добавлю еще темных стебельков. В цветы тоже пока тут все засыхает. И где-то у меня будет пара хризантемок темненьких. И где-то у меня будет пара хризантемок темненьких. Здесь серединка темненькая, там хризантемка темненькая. Не делайте только все цветочки одинаковыми, видите, я добавляю, добавляю, и они все немножко разные. Так, все, с цветами я закончу. И у нас остался последний этап, нарисовать детали. Это уже лучше делать по-сухому, чтобы не растекалось. Но также вам напоминаю, что вы вообще весь урок можете вести любым материалом. Акварель не обязательно. Если она вас очень сильно пугает, у вас вообще нет никакого опыта, вы можете попробовать. Но если прям вот вы вообще никак не хотите и боитесь, то вы можете взять любым материалом. Просто акварель удобнее, она именно пятном это делает. Ей удобнее работать пятном. А здесь у нас пятна довольно большие. Тут я просто намекну. Тут ваш у нас. Вот это все немножко в тени. Вот это все тоже немножечко в тени. Смотрите. 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 Продолжение следует... Ух, ускакал немножко вот здесь должно быть. Не знаю, дастся ли оно вымыть. Будет ли такая возможность. Ну-ка, я прикол. Ну, сейчас сильно на ошибках не заморачивайтесь. Нам самое главное понять принцип. Так, и вот здесь я хотела карандаши подправить. Всё, на этом мы закончим рисунок. А, кисточку ещё. Можно продолжать и дальше, но у нас сейчас нет такой задачи, поэтому мы закончим. Вот, всё, на этом мы закончим. Ваше домашнее задание. Вы берёте фотографии, можете сразу взять чёрно-белые фотографии, вам тогда будет легче. И до того, как рисовать, вы для себя определяете, что на этом рисунке у вас будет светлым, а что тёмным. Что будет среднего тона, в принципе, возможно определить уже в процессе работы. Но светлый и тёмный надо определить ещё до начала работы. Если в вашей фотографии что-то вас не устраивает, у вас картинка не складывается, то вы можете менять тональность какого-то элемента или предмета под свои задачи. Пожалуйста. Итак, таких набросков вы рисуете 10 или больше, любым материалом. Но, как бы, если вы знакомы с акварелью, то лучше акварель или тушь, какой-то такой материал, который хорошо большие массы закрывает. Что ещё? Детали не надо прорисовывать. То есть, вот такая степень детализации, этого достаточно. Можно даже делать детализацию ещё меньше. Ещё момент. Если у вас есть какие-то лишние элементы, как вот этот вот, например, у нас чемоданчик, как вот тут рама вылезает, но они нам как бы по композиции ничего положительного не привносят, то от них можно отказываться и нужно отказываться. То есть, вы должны ради выразительности рисунка решать задачи. Оставляете вы предмет или выкидываете. Вот, например, смотрите, у меня здесь есть какие-то карандаши, какие-то листочки там валяются, ещё какая-то банка с водой, с цветной. Я их убрала специально, потому что мне не нужно здесь лишние дополнительные предметы, которые тем более так расположены, что будет тяжело доказать, что это именно там стоит. Вот, поэтому я осознанно их убираю. Плюс мы осознанно с вами поменяли тональность цветов, тональность вот этого планшета. Кстати, я его немножко сейчас хочу. Его верхний план, верхний край, к нам передний план. Самый ближайший. Сделать чуть-чуть потемнее. А туда, как бы вниз, он начнёт уже успокаиваться этот тон. Рисуйте домашнее задание. С вами была Дарья Поздняк. И увидимся на следующем уроке.